МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. Зеленые легкие страны в Чувашии чествуют экологов. Чем раньше, тем лучше. Хозяйство республики начали заготовку кормов. Соединяет берегам. На Болге началась навигация. Чувашию с официальным визитом посетил уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России. Борис Титов встретился с работниками филиала фирмы «Август» в Урнарский завод смесевых препаратов и бизнесменами. Сегодня же омбудсмена принял и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Михаил Игнатьев отметил, что в республике уделяют особое внимание созданию новых рабочих мест. Результаты налицо. Количество вакансий в Чувашии в два раза превышает количество зарегистрированных безработных. Приносит свои плоды и политика импортозамещения. Промышленное производство в республике выросло на 14%. Глава Чувашии добавил, что одним из приоритетных направлений политики Чувашского правительства является создание комфортных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций. Мы постоянно сами общаемся с предпринимателями, которые ведут малый и средний бизнес, но с учетом совершенства законодательства институт, уполномоченный по защите предпринимателей, дает нам дополнительную обратную связь, чтобы мы скорректировали свои принятые управленческие решения. Это по контрольно-надзорной деятельности, по необоснованному предследованию предпринимательства, ряд других вопросов. И нам удавалось пошагово идти и создавать комфортную среду для ведения бизнеса на территории Чувашской республики. Для поддержки бизнеса в стране разработали программу экономического развития страны, отметил Борис Титов. Сегодня нацелено прежде всего на рост. Самое главное – рост экономики, рост промышленности, рост сельского хозяйства, рост инновационных, высокотехнологичных отраслей. Все в России должно сегодня было. Раньше была нефть. Раньше жили за счет того, что экспортировали природную ренту. Сегодня необходимо научиться зарабатывать по-новому, зарабатывать на собственном производстве. Галина Титарчук, Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов. Республика. Сегодня же Борис Титов познакомился с работой центрального рынка. Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей интересовался ценами, качеством продуктов и условиями работы продавцов. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Визит Бориса Титова на центральный рынок для большинства продавцов стал неожиданным. Несмотря на солидную делегацию сопровождающих, никто не мог предположить, какой именно палатке подойдет амбудсмен. Первым делом, уполномоченный по защите прав предпринимателей поинтересовался происхождением семян. А семена в основном какие? Российские или... У нас на развес только. А сколько на развес? Да. Таких семян нету. Это производитель что? Батырьский район, да. Проверил бизнес амбудсмен и не попадает ли на прилавки одежда из Китая. Спросом, говорят продавцы, пользуются товары местных производителей. То есть конкурентоспособны российские товары? Ну и качество хорошее. Если по обычным вещам, они, конечно, хорошие российские. А вот продавцы рыбного отдела жалуются на конкуренцию с федеральными торговыми сетями. Магазины пооткрывали везде. А в магазинах? Да. А в магазинах прямо полно народу? Наверное. Наверное. Охотно покупатели приобретают местную рыбу. Правда, на прилавках ее пока не встретишь. До 10 июня в республике действует запрет на рыбалку. Вы с вами после 10-го приходите. После 10-го? Да. Мы вам с ума отрежем нашлики. Вообще, говорит Борис Титов, посетить местный рынок он решил не случайно. Рынок – это всегда показать состояние экономики. Во-первых, сами торговцы, они всегда рыночники, они всегда реальные рыночники. То есть они вот чувствуют этот пульс экономики, они сразу чувствуют. Но они знают прекрасно и курс рубля, и цену на нефть. Все знают лучше всех. И, конечно, они первые чувствуют экономику. Омбудсмены резюмируют, что предприниматели, открывающие прилавки на рынке, должны сделать ставку на местные продукты. Только так возможно конкурировать с крупными торговыми сетями. Рынок пока никак не может определиться со своей намекватурой. Это, конечно, тоже проблема, но мне бы очень хотелось, чтобы все рынки сохранялись. Это очень хорошая, очень культурная даже вещь для страны. Рынок – это всегда такая живая энергия. Для рынков, считает Борис Титов, необходимо ввести налоговые льготы. Эту задачу будут решать в Госдуме. Андрей Ковалев, Ресель Мухаммедов, Республика. В правительстве Республики кадровые перестановки. Глава Чуваши освободил от занимаемой должности министра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Доброхотова. Новым министром назначен Михаил Резников, до этого работавший вице-премьером правительства Чувашия. Предложение о возможном переносе технологии Волгоградского химпрома на территорию Новочебоксарского предприятия, прозвучавшее недавно, не встретило поддержки среди специалистов. Декан химико-фармацевтического факультета ЧГУ, известный ученый Олег Насакин считает, что подобные эксперименты негативно отразятся на деятельности нашего химпрома. К сожалению, Волгоградский завод банкрот. Долговой портфель его в 2015 году был более 10 миллиардов рублей. И присоединить его к более-менее успешному чебоксарскому химпрому, я считаю, что это очень неудачная идея. То есть, там осталось 20 человек. Три четверти производственных, так сказать, мощностей его полностью откорродированы. Их пустить уже невозможно. И это будет такая нагрузка до химпрома, которую он не выдержит. Химпром – это 4 тысячи рабочих. 4 тысячи рабочих. Более или менее он стабилизировался и выпускает значимую продукцию, ликвидную продукцию. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать, чтобы он взял на себя эту нагрузку. Я посмотрел по мощностям, но три четверти их оборудования уничтожены. Все лучшие кадры, там приблизительно столько же было работающих, все лучшие кадры разогнаны. Осталось там несколько десятков человек, в основном охрана этого предприятия. Категорически возражаю против этого. Молочная продуктивность коров на 60% зависит от качества корма. На 30% от генетики и только на 10% от условий содержания. В агроферме «Альдеевская» планируют улучшить все показатели довести средний надой до 9 тысяч тонн в год. Все условия для этого есть. И наша съемочная группа в этом убедилась. Утренняя дойка на ферме агрофермы «Альдеевская» начинается в 5 утра, не минутой позже. Коровы подвержены стрессу. Любые отклонения в режиме тут же сказываются на объемах и качестве молока. В ближайшее время здесь планируют довести показатели до 30 кг в сутки от каждой коровы. «Семь быков покупаем и канадских, и российских. Сейчас хотим с Чехии, вот даже молодняк скота, 30 голов планируем привезти из Чехии, поскольку там надои на одну фуражную голову до 10 тысяч литров». Заготовка кормов также немаловажный фактор. В последнее время здесь перешли на монокорм. Коров круглый год кормят сеножом и силосом. Сырье для них выращивают сами. Многолетние травы занимают 400 гектаров, больше половины – люцерна. Ее скашивают в фазу бутонизации. В это время в траве наибольшее количество протеина. «Раньше, когда два укоса делали, потому что ждали, пока засветет, пока вырастет, и только приходилось два укоса делать. А сейчас делаем три укоса, даже один год мы делали четыре укоса». В летний период нужно заложить 2000 тонн сеножа. А половина запланированного уже выполнена. В ближайшие дни эта работа начнется во всех хозяйствах республики. «На кормоуборку в этом году вышли первые в Цивистском районе, вторые в Чебоксарском районе. Нам предстоит в республике в этом году заготовить около 600 тысяч тонн сена, около 200 тысяч тонн сеножа и около 200 тысяч тонн силоса. Эти работы, как мы видим, уже начались и сегодня важно. Быстрее выйти на кормоуборочные работы». Надежда Яковлева, Олег Якимов, Республика. 5 июня Всемирный день охраны окружающей среды. Праздник, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН. В России с 2007 года он отмечается как День эколога. Глава Чувашии Михаил Игнатьев поздравил защитников и исследователей природы с профессиональным праздником. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды являются приоритетными в государственной политике Чувашия. В экологическом рейтинге России республика находится на седьмом месте из 85 субъектов. 4% территории Чувашии являются особо охраняемыми. В том числе заповедник Присурский, Национальный природный парк Чуваш-Вармани, Республиканский природный парк Заволжье и Чебоксарский филиал главного ботанического сада Российской академии наук. Разработанной действует республиканская программа развития потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышения экологической безопасности до 2020 года. В рамках программы выполняется мероприятие по снижению негативного воздействия в хозяйственной деятельности на атмосферный воздух, сохранение воспроизводства биологического разнообразия, обеспечение надзорной деятельностью для соблюдения природоохранного законодательства. В Чувашии налажена действенная система охраны природы. Виновные в несоблюдении требований природоохранного законодательства привлекаются к административной ответственности. Ежегодно проводятся природоохранные мероприятия в рамках Дней защиты от экологической опасности. «Этот праздник является дополнительным, может быть, вниманием для того, чтобы мы еще раз обозначили темы экологической безопасности, обозначили проблемы и темы охраны окружающей среды. Многое сделано. Хочу выразить слова искренней благодарности всем вам за то, что вы выполняете свои функциональные обязанности надлежащим образом». Лучшие сотрудники министерства получили заслуженные награды из рук главы Чувашия. Родион Архипов, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. В Чувашии трудятся немало талантливых представителей рабочих профессий. Один из них, Геннадий Михайлов, получил почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации». О тонкостях и сложностях профессии оператора станков с программным управлением в нашем материале. Оси, заклепки, втулки, болты, поршни. Список деталей, которые Геннадий Михайлов может изготовить велик. Кажется, что они получаются сами собой. Движения мастера четкие, слаженные и последовательные. Будто сам он стал частью огромного механизма. На Чебоксарский электроаппаратный завод Геннадий Сергеевич пришел в 1981 году учеником токаря. После работал токарем-револьверщиком. Примерно в это же время на подприятие поступили новые станки с программным управлением. Геннадий Михайлов освоил и эту профессию. Своими знаниями и опытом он делится с молодыми специалистами. Попасть на обучение именно к нему мечтают многие выпускники техникумов. Ежегодно на производственную практику поступает около 10 студентов, которые потом остаются на заводе. На работе Геннадию Сергеевичу поручают самоответственные задания, с которыми он справляется в два счета. Он очень ответственно относится к своему оборудованию. И нареканий к нему по изготовлению, по работе оборудования не было. По качеству и деталям, которые он изготавливает, тоже также претензий от сборочных цехов не поступало к нам. Как в свое время у него было личное клеймо. За 35 лет работы Геннадий Михайлов получил немало профессиональных наград и благодарностей. Недавно к ним добавилась ей очень значимая заслуженная машиностроитель России. О полученном звании узнал от супруги. Кстати, она работает вместе с мужем в одном цехе. Геннадий Сергеевич отмечает, добиться успеха ему помогло упорств, трудолюбие и поддержка близких. Уверен, полученное им звание – напоминание о том, что рабочие профессии важны и востребованы. Чувашские полицейские умышленников, разбив окно будки охранника, ворвались в данную будку, где, связав охранника женского пола 55-го года рождения, скотчем поместили ее в туалет. После чего, используя различные предметы и круша все на своем пути, они проникли в служебные помещения, поломали оргтехнику, взломали банкомат. Позже добрались до кассы и похитили оттуда 140 тысяч рублей. Следует отметить, что эти деньги были оставлены на ночь на столе, хотя в помещении имелись сейфы. Оперативники отрабатывали различные версии произошедшего, но почерк преступников, их уверенность в поведении привели к определенным выводам. Учитывая то, что само предприятие имеет большую территорию, и человеку небывашему ориентироваться там тяжело, первоначально была версия, что один из взломышленников обязательно там или работает, или ранее работал. Поэтому эта версия у нас сработала. Подозрение в совершении данного преступления пало на двух молодых людей из Мариинско-Пасадского района. Ранее они проходили службу в горячих точках, и свои навыки решили применить на дежурившей в ту ночь женщине. Один из них неплохо ориентировался на предприятие, откуда уволился полгода назад. 26-летние сельчане нигде официально не работали, но в последнее время стали жить на широкую ногу. Задерживали их бойцы спецназа. Свою вину одноклассники признали сразу. В отношении них возбуждено уголовное дело. Молодые люди находятся под стражей. Речной порт Чебоксары открыл навигацию на пляже, и в населенные пункты Заволжья все лето будут ходить речные трамвайчики. Маршруты Чебоксары-Заволжья по-прежнему вострелованы горожанами. В прошлом году услугами трамвайчика воспользовались более 27 тысяч человек. Сезон продлится до 31 августа. Работать на маршрутах будут 4 судна. Суда наши на безопасность, они ежегодно проверяются. У нас есть организации, которые над нами контролируют. Есть личной регистр, который ежегодно выдает нам соответствующие документы. Есть Роспотребнадзор, который нам санитарное свидетельство, так документ называется, выдают. Все они нас проверяют. И, значит, Роспотребнадзор еще. Переправиться с правого берега на левый можно за 20 минут. Напомним, дорога Чебоксар до Сосновки на автобусе занимает около часа. В этом году на данный маршрут установлена стоимость билета для взрослого 65 рублей. Детский билет стоит 33 рубля. Данные перевозки субсидируются из бюджета города Чебоксары, с чем стоимость билета значительно ниже. При отсутствии субсидирования стоимость данных перевозок была в два раза дороже. В белорусском городе Гродно одной из школ присвоено имя героя-подпольщика из Чувашии. В июле 1941 года военный инженер-строитель Николай Волков создал первую в истории Великой Отечественной войны подпольную антифашистскую группу. Профессор Чувашского госуниверситета Владимир Васильев давно занимается исследованием биографии Николая Волкова. В этом году ему удалось побывать в Гродно, где работал подпольщик. Николай Волков родился в Маргаушском районе, участвовал в Советско-финской войне, а сразу после нее попал в Белоруссию на строительство оборонительных укреплений. Когда началась Великая Отечественная, он оказался на территории, занятой врагом, и основал подпольную группу из 12 человек. Просуществовала она недолго, в феврале 1942-го. Волков вместе с женой Варвары Шапошниковой и четырьмя товарищами были расстреляны. Но подполье и партизанское движение в Белоруссии уже работало вовсю. Все это есть в архивных документах. Именно они и легли в основу будущего фильма о нашем земляке, герое Великой Отечественной. Я хочу подчеркнуть, что он строго документален. Он основан только на тех документах, которые есть, сохранились в архивах или в тех воспоминаниях, которые опубликованы. Напомним, Гродно – один из четырех городов-побратимов столицы Чувашии. Видеоочерк о том, каким стал наш белорусский собрат Владимир Васильев, обещает подготовить в ближайшее время. Где ребятам можно весело отдохнуть и провести время с пользой – в детских пришкольных лагерях. С 1 июня в столице Чувашии открыты смены дневного пребывания. В этом году к общеобразовательным учреждениям присоединились и дошкольные. В 176 детском саду появились новые воспитанники – ученики начальной школы. Здесь скучать не придется. Ребят ждет множество увлекательных занятий. Бассейны, кинотеатры, спортивные соревнования, творческие конкурсы. Каждый день что-то новое. Лагерная смена продлится три недели. В Чебоксарах работают 54 пришкольных лагерей, два из которых на базе детских садов. Это новшество очень даже понравится родителям, потому что родители могут быть спокойны, пока их дети находятся в лагере. Этот отдых принесет для них многое, потому что здесь можно заниматься творчеством, можно посещать выставки, библиотеки. Все можно делать под присмотром взрослых. Особое внимание уделено безопасности детей и соблюдены все санитарные и противопожарные нормы. Всего в пришкольных лагерях Чебоксар отдыхают около 7 тысяч ребят. В преддверии Пушкинского дня в Чебоксарах открылся второй республиканский фестиваль русского языка. Какая роскошь, какой смысл, какой толк в каждой поговорке нашей. Что за золото? Волей-неволей сегодня вспоминаются слова великого поэта и большого знатока русского языка Александра Сергеевича Пушкина. В канун его дня рождения Министерство культуры и образования и общественная палата решили дать молодым людям возможность продемонстрировать свои таланты. Выступают щитцы, есть номера художественной самодеятельности, снимаются фильмы, клипы различные. То есть он вообще, фестиваль он многогранен. Самое главное, что здесь мы видим много талантливых студентов. Вместе со студентами творческие номера представляли и преподаватели. Несмотря на то, что это фестиваль русского языка, в концертной программе было много колоритных чувашских песен и танцев. Это еще раз подчеркивает, что русский народ – народ дружелюбный и общительный, отметил Алексей Судлинков. В этот раз на фестиваль приехали более 200 ребят из разных районов республики. В рамках творческого форума пройдет научно-практическая конференция, конкурс участицов и художественной самодеятельности. Торжественное закрытие и награждение победителей фестиваля состоится уже завтра. Дарина Игнатьева, Алена Алтухова, Игорь Зверев, Республика. Сегодня в Москве открылся фестиваль «Красная площадь». С последними новинками книжной индустрии России познакомился и председатель правительства Дмитрий Медведев. Достойно представила свою продукцию и чувашское книжное издательство. Всего более 300 новинок. Вот что сообщил нам по телефону директор предприятия Валерий Комиссаров. Книжное издательство, которое очень плодотворно работает, что вообще развивается книга издания. Я показал один из крупных проектов, это энциклопедия, четыре тома. Он посмотрел, говорит, ну как, все издали, все томаты, четыре тома. Но пока, говорю, вот четыре тома выкастили, завершили эту работу. Ну, она работа продолжает, эта энциклопедия, электронные версии сделает. Сейчас это готовится, новые материалы и так далее. Потом, значит, еще раз, что у вас, я говорю, вот детскую литературу мы в последние годы много издаем. Значит, на чувакском, на русском, английском языках. И всего за последние три года ездило около 2 миллиона экземпляров. Несколько, значит, литература, ну, в случае вот разные, вот и дисфаларии и так далее. Он говорит, так много, то есть это хорошо. Говорит, что вот так в нынешнее время, сколько издаете, похвалил. Темп работ необходимо ускорить. Такую задачу поставил премьер-министр Чувашии перед строителями Центра развития маунтинбайка. Как возводится спортивный объект, проверил Иван Моторин и остался недоволен увиденным. Подробности в следующем материале. Эти кадры были сняты в ноябре прошлого года. К тому моменту подрядчики завершили кровлю и прокладку инженерных сетей. Уже тогда они отставали от намеченного графика. На объекте забуксовали отделочные работы. Строители ждали подачи тепла. Ну и спустя полгода отделочные работы не завершены. Председатель кабинета министров приезжал сюда и две недели назад. Вывод Ивана Моторина. Работа идет тяжело. Со стороны республики делаются все, я считаю, комфортные условия для работы. Полностью в бюджете предусмотрены средства. Решены вопросы с городской администрацией по подключениям. Решены вопросы газоснабжения, инженерной инфраструктуры. Все зависит от подрядчика. Сейчас отделочные работы остались дополнительно. Двери поставить, плюс бассейн там немножко работы еще есть. Плюс по оборудованию батутный зал, художественной гимнастики, спортзал, покрытие поселить надо. Ну и по благоустройству в течение двух недель нам полностью завершить надо. Обязательства сдать объект в срок с подрядчиков никто не снимает. Центр развития маунтинбайка должен открыться ко дню республики. Медрик Ковалев и Константин Козлов. Республика. Между тем, велосипедистка Ирина Калентьева, которая выступает в дисциплине маунтинбайк, получила путевку на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Кроме бронзового призера Олимпиады в Пекине, в Бразилии летом выступят в марафонке Татьяна Архипова и Алина Прокопьева. И тяжелая атлетка Наталья Хлесткина. В ближайшее время пройдут отборочные старты и в других видах спорта. Кандидаты легкоатлеты определятся на чемпионате России, который пройдет в Чебоксарах с 20 по 23 июня. Спортсмены Чувашии имеют шансы войти в Олимпийскую команду также в таких видах, как женская борьба и спортивная гимнастика. Окончательный список будет известен в конце июля. Это была последняя информация о выпуске. Впереди еще рекламная информация и прогноз погоды. Я с вами прощаюсь и желаю удачных выходных. Субтитры создавал DimaTorzok